дорогие друзья мы во многом состоим из тех книжек сказок которые читали или слышали в детстве это как такие невидимые кирпичики которые составляют наше мышление наше поведение наше отношение и многие из этих книжек учили нас хорошим вещам добру любви верной дружбе но были некоторые книжки некоторые сказки с которыми лично я в детстве был не согласен я может быть не совсем понимал почему не согласен но что-то внутри меня этому противилась и вот одна из таких книжек это басня знаменитая крылова стрекоза и муравей некоторое время назад я наткнулся на стихотворение юрия энтина посвященная этой басне и вот что здесь сказано попрыгунья стрекоза лето красное пропела оглянуться не успела как зима катит в глаза сказал так дедушка крылов создатель умных басен не буду тратить лишних слов я с дедушкой согласен попрыгунья стрекоза к муравью домой явилась приятите ее просилась на пол капнула слеза но жестокий муравей стал воспитывать пивунью заводную попрыгунью попляши сказал он ей ах милый дедушка крылов хоть стрекозу на халку твой муравей прогнать готов а мне стрекозку жалко и вот мне тоже всегда в детстве было жалко стрекозу мне казалось что муравей может быть в чем-то был справедлив но по существу он совершил большую ошибку в чем же была ошибка муравья об этом сегодняшняя проповедь самая высокая гора сегодня я хочу чтобы мы с вами открыли евангелие от матфея пятую главу вы знаете я в последнее время когда читал евангелие от матфея я вдруг обнаружил что через все евангелие от матфея проходит одна тема вообще евангелие от матфея называют евангелем царя иисус показан как царь вот у меня несколько иной взгляд потому что я вижу в евангелие от матфея одну тему которая просто проходит через все евангелие эта тема вообще через всю библию проходит через весь новый завет проходит но в евангелие от матфея наверное вот для меня лично она выступает на первое место и об этой теме иисус говорит в своей нагорной проповеди самая его знаменитая проповедь причем в каждой главе до и пятая глава и шестая глава и седьмая глава да вот эти три главы в которых мы читаем знаменитую нагорную проповедь иисуса христа упоминается эта тема и вот начнем с пятой главы евангелие от матфея пятая глава вообще сегодня мы будем брать евангелие от матфея с вами я верю бог что-то каждому покажет и вот смотрите седьмой стих пятой главы среди заповеди блаженств одна заповедь говорит блаженны милостивые ибо они помилованы будут именно тема которую я вижу во всем евангелие от матфея эта тема милость и среди знаменитых заповедей иисуса говорит что люди которые милуют которые являют милость к другим и к ним самим будет проявлена эта милость дальше смотрите в 6 главе 14 стих опять иисус возвращается к теме милости да вот и показывает если еще одной стороны 14 стих 6 главы а если не будете прощать людям согрешение их то и отец 14 начнем даже ибо если вы будете прощать людям согрешение их то простит и вам отец ваш небесный а если не будете прощать людям согрешение их то и отец ваш не простит вам согрешение ваших вы знаете нередко проповедники берут какое-то место из священного писания и на этом месте священного писания строят огромные учения причем порой вот нет других мест библии которые бы вот это учение подтверждали вот можно вырвать например какой-то стих из контекста да и и и нередко на этом строится немало ересей например в новом завете у апостолов есть упоминание крестящиеся для мертвых помните да вот есть такое крестящиеся для мертвых это одно из непонятных мест священного писания почему потому что вот именно вот это выражение крещение для мертвых оно встречается лишь один раз в новом завете и как можно на основании вот этого упоминания да вот этого словосочетания строить целые учения например у мормонов есть целое учение посвященное крещением для мертвых да еретическое учение почему мы называем его еретическим да потому что нельзя огромное учение строить всего на одном месте священного писания мы точно не знаем что же апостол имеет ввиду может быть среди прихожан церкви было понятно о чем речь но прошло уже две тысячи лет и для нас не совсем понятно и я абсолютно убежден что мы не имеем права строить учение вот например крещение для мертвых почему да потому что если бы это было реально для нас важно и реально актуально то об этом было бы упомянуто еще в других местах слова божьего в других местах послания апостолов если это было бы очень важно но это не упоминается и для меня непонятно почему порой люди берут какие-то вырывают и какие-то места из слова божьего и много-много об этом говорят я считаю что мы должны много говорить только о том о чем в библии много сказано не секрет что в современном христианстве огромное некоторыми проповедниками огромное внимание уделяется демоническому миру бесы демоны проклятия одержимости и прочее 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 да об этом конечно в библию упоминается больше одного раза но все-таки намного больше слове божьем говорится о господи и о нашей вере в него вот вот о чем мы должны в основном говорить а слушая некоторых проповедников складывается ощущение что центр нашей веры вообще это дьявол и борьба с дьяволом как будто дьявол чуть ли не главный персонаж и вся жизнь верующего какая-то борьба с дьяволом постоянное какое-то изгнание бесов хотя на самом деле наша жизнь должна вращаться вокруг нашего господа и вот драгоценное точно так же вот здесь почему я считаю что то о чем я говорю сегодня это наверное одна из самых важных я даже не побоюсь этого слова может быть это самое важное в слове божьем потому что о том о чем сегодня мы говорим в библии употребляется многократно в одной проповеди иисус христос об этом говорит несколько раз как я сказал в начале в каждой главе он говорит об этом почему да потому что это переполняло сердце нашего господа иисуса христа и вот он в пятой главе говорит блаженны милостивы да ибо они помилованы будут в шестой главе говорит прощайте людям согрешение и вам отец небесный небесный простит если не будете прощать то есть не будете миловать людей то и вам не простится то есть и вы будете не помилованы ну скажется иисус но ты же в принципе об этом уже говорил в пятой главе чего повторяться то а потому что важно почему он это повторяет да потому что важно и то о чем говорит иисус чаще всего не сложно понять но это очень сложно воплощать в своей жизни потому что мы многократно сталкиваемся с тем что люди или нам кажется или действительно так но поступают несправедливо в отношении нас вот то что библия называется грешаю да и вот он поступает несправедливо 1 поступает несправедливо 2 поступает несправедливо 3 и у тебя уже кончается терпение ты думаешь ну сколько же можно, сколько же можно, что же я должен делать в отношении такого человека. И Бог говорит, если ты хочешь, чтобы и тебя миловали, и раз, и два, и три, тогда и ты милый других людей. Если хочешь сам быть прощенным, и ты прощай. Господи, понял, понял ты умом. Но на одном из собраний, помните, мы говорили, что один из самых долгих путей, одно из самых сложных путешествий, которые мы с вами совершаем, сложное и долгое, это путешествие вот отсюда, вот сюда. Когда наше знание, наше понимание умом, оно становится нашим осознанием нашего сердца. Это очень важно, не просто понять. Ну, милуй и будешь помилован. Понять легко. Но ведь мы каждый день сталкиваемся с какой-то несправедливостью, с какой-то жестокостью, с каким-то коварством, когда уже тебе не хочется прощать, не хочется являть милость. Ты все понимаешь, все знаешь, но делаешь наоборот. Бывает же так, да? Знаешь, как нужно, как апостол Павел говорит, доброго хочу, а не делаю. Злое не хочу, понимаю, не должен делать, а делаю злое. Делаю не то, что хочу, да? Вот. И поэтому Иисус, Он еще и еще раз показывает эту истину, простую в понимании, но такую трудную в исполнении. И вот смотрите, седьмая глава, да, последняя глава, в которой звучит Нагорная проповедь, опять мы с вами читаем еще как бы одну грань вот этой темы о милосердии. Вот посмотрите, ну, можно прямо с первого стиха читать, да? Не судите, да не судимы будете, потому что противоположность милосердию – осуждение. Ты либо милуешь, либо осуждаешь, судишь, да? И вот Иисус говорит, смотрите, не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какой мерою мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. И вот смотрите, здесь Иисус показывает, одно дело – судить человека, другое дело – помочь человеку. Некоторые люди эти вещи путают. Им кажется, если они видят какую-то проблему у другого, они должны его осудить. Они должны, как им кажется, восстановить справедливость, показать, что это плохо. Ну и что? Ну и покажешь им, что это плохо, и чем ты поможешь? Да чаще всего человек сам понимает, что он поступает неправильно. И когда ты начинаешь говорить ему какие-то правильные вещи, то это его не меняет, а наоборот еще сильнее ожесточает. Он думает, ну да, вот такой я, ну и что, вот такой я, да, может быть я такой, нехороший, неправильный, ну вот такой я, да. И его только сильнее еще это озлобляет. И вот Бог показывает, что путь не судить, не судить, потому что, во-первых, ты ничего не можешь знать точно. Ты лишь судишь человека со своей позиции. Вот вы понимаете, вот у каждого из нас есть за спиной свой путь. То, что человек сделал, может тебе кажется плохо, но к этому его поступку привел его путь. Может быть у него были сложности, может быть он пережил много предательств. Я не пытаюсь сейчас оправдать плохие дела, я пытаюсь это объяснить. Какие-то сложности, какие-то трудности, какие-то проблемы. И вот этот человек поступил так. Ты его путем не шел. У тебя за спиной другой путь. Может быть ты никогда не сталкивался с теми сложностями, с которыми он сталкивался. Может быть ты никогда не сталкивался с тем предательством, с которым он сталкивался. Ты это можешь понять только умственно, что он пережил, но прочувствовать ты это не можешь. Ты не шел в его ботинках. У тебя свой путь. И получается ты, поступок человека, которому привел его жизненный путь, судишь со своего жизненного пути. А у тебя совсем другой путь. У тебя совсем другие переживания. Может быть, если бы ты столкнулся с теми сложностями, с которыми сталкивался человек, которого ты осуждаешь, ты бы еще хуже поступил, чем он поступил, откуда тебе знать. Ты не знаешь ничего до конца. Поэтому Библия говорит, настоящий праведный суд только у кого? У Господа. Он знает путь каждого человека. Ты не знаешь. Поэтому ты не можешь и осуждать этого человека. И возникает вопрос, а как же мне быть? Как же мне быть? А Бог и говорит, как же тебе быть? Собой занимайся. Занимайся собой. Тогда, когда ты меняешься сам, только так ты можешь помочь своему ближнему измениться. Неправильными словами, несправедливыми осуждениями. Может быть, ты и справедлива, он на самом деле что-то плохое сделал. Так ты мало что можешь сделать. Но своим личным примером, когда ты сам меняешься, сам преобразуешься, только так ты можешь повлиять, повлиять на другого человека. Не суди. Ты не знаешь, через что он прошел. И вот вы знаете, я помню, когда давно читал одну из книг Рика Джойнера, то вот в этой книге Рик Джойнер как-то рассказывал такое видение, как на небесах одну из высших позиций занял человек, который здесь на земле был пьяницей и бомжом. И Рик Джойнер вот в этом видении спросил у Господа, Господь, а что же этот человек совершил такого великого на земле, что на небе он получил такую высокую позицию, такое огромное благословение, такую награду. На что Бог ему сказал, однажды он брел по переулку, и там шла, брела собака, и он не пнул эту собаку. И тогда Рик Джойнер говорит, я был изумлен, думаю, а что же такого грандиозного в том, что он не пнул собаку. И он получил ответ. Для него совершить вот это дело для человека, которого все везде постоянно пинали, и для него это стоило таких внутренних усилий не пнуть эту собаку, как для других там совершить несколько миссионерских путешествий, что ли. то есть, понимаете, мы же ведь не знаем, мы судим по себе. Ну, как же, я никогда собак не пинал, что-то за великое дело, он не пнул собаку, а я никогда не пинал собак. Но для него не пнуть собаку, это было нечто большое. Это, вы знаете, как вот точно так же, вот я скажу, что вот все мы выросли в разных семьях, и может быть ты вырос в семье, где любили, где о тебе заботились, ну и ты сам вырос вот в такой любящей, заботящей семье, ну и сам стал таким любящим и заботящимся. А другой человек, наоборот, вырос в семье, где был постоянный холод, постоянная ругань, постоянные там драки, склоки, к сожалению, немало среди нас тех, кто выросли, скажем так, в неблагополучной, обстановке, да, и вот сегодня мы находимся в церкви, да, и может быть сталкиваясь с какой-то ситуацией, ты смотришь на своего ближнего, да, вот, и ты думаешь, о, я намного добрее, чем он, вот я бы вот к этой ситуации бы так не прицепился, как мой ближний прицепился, я бы, например, поступил более добро, чем он поступил, а на самом деле ты не понимаешь, что вот может быть он сейчас даже в чем-то не такой добрый и не такой милостивый, как ты, но тот путь, который он прошел, то развитие, которое он сделал вот из жестоких, неблагополучных отношений, это намного больше стоило ему усилий, чем для тебя, потому что ты просто вот получил это все по благодати, ты никогда не сталкивался с теми сложностями, с которыми он сталкивался, и у тебя не было такого большого развития, исходя из твоей семьи, и как у него было такое развитие, и поэтому для него, может быть, его более небольшие дела доброты являются намного более ценными, чем твои. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Это как вот для бедной вдовы две лепты, это было намного больше, чем те богатства, которые клали богатые люди в жертвенницу. Почему? Да для нее это имело такое огромное значение, как может быть для других миллионы не имели значения, она дала абсолютно все, что имела, хотя, видимо, то, что она дала, было намного меньше, чем то, что жертвовали богатые люди. Понимаете, да? Видимо, меньше, а по значению больше. Точно так же и бывают люди, которые, если мы себя с ними сравниваем, они не такие добрые, как мы, не такие милостивые, как мы, да? Но реально даже их, может быть, более низкий уровень милости и доброты является более значимым для Господа, потому, чтобы прийти к этому уровню, им столько пришлось претерпеть, они через такой ад прошли, а ты не проходил ни через чего этого, да? Ты просто вот это получил, вот, по милости, по благодати получил, вот, и особенно даже никаких усилий не вкладывал, чтобы быть таким, каким ты сегодня являешься, поэтому, какое право ты можешь судить человека, даже если, может быть, он что-то делает не совсем верное, но для него это стоило намного больше, чем для тебя твой высокий духовный уровень, твой высокий моральный уровень, понимаете, о чем я говорю, да? поэтому Господь нас и учит, не суди, не суди, и дальше, смотрите, от Нагорной проповеди мы переходим уже к конкретным ситуациям в жизнях Иисуса Христа, о чем нам пишет Евангелие от Матфея, и опять-таки подчеркиваю, именно вот это, это мы читаем в Евангелии от Матфея, девятая глава, и вот прочитаем здесь с десятого стиха, и когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлеглись с Ним и учениками Его. К некоторым святым людям не знаешь, как и подступиться, к некоторым духовным людям просто доступа никакого нет, а Иисус был таким, Иисус был другим человеком, к Нему наоборот тянулись те, кто в обществе считался неправильным человеком, греховным человеком, то есть что-то было в Нем, что притягивало, что? И вот здесь четко показано, что же к Нему притягивало неправильных людей. Вот вы замечали, иногда вот ты покаешься, да, и к тебе приходят неверующие друзья, знакомые, ты им о Боге рассказываешь, а потом начинаешь духовно взрослеть, духовно расти, и к тебе уже не подходят твои неверующие друзья и знакомые, ты уже такой духовный гигант, что к тебе просто не подступиться, да? Иисус был не таким духовным гигантом, как некоторые авторитетные христиане. Почему? Здесь показано, почему. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его, для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками. Иисус же, услышав это, сказал им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные, пойдите, научитесь, что значит, милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Вот, оказывается, что так притягивало к Иисусу людей, даже так называемых неправильных людей, нехороших людей, они ощущали внутри Него милосердие, настоящую милость. Иисус об этом и говорит, вот написано же, в Ветхом Завете у пророка еще было сказано, вы это пропустили, да? Милости хочу, а не жертвы. Вы знаете, очень часто вот у нас есть вот этот так называемый синдром старшего брата. Это из знаменитой притчи Христа о блудном сыне, когда, помните, пришел младший сын к отцу и сказал, дай мне мою часть имения. Ну, это, конечно, было некрасиво, когда человек приходит и требует наследства, когда еще родитель не умер, не ушел в вечность, а ему уже нужно, давай-ка, давай, разменивай квартиру, давай мне мою часть, не дождешься, пока ты умрешь. Вот, дай мне мою часть имения, и я пойду. Ну, отец ему дал, тот пошел, ну, и как обычно, у таких людей растронжирил в пустоту, да, пока были деньги, были друзья, денег не стало, друзей не стало, стал там питаться пищей свиней, да, ну, и в конце концов, он понял, что надо ему вернуться, надо вернуться к отцу, и у него уже никаких прав не было, он уже ни на что не мог претендовать, он получил долю уже из наследства свое, то есть как будто отец уже умер, то есть никаких уже больше к нему не было там вопросов, никаких завещаний быть не могло, на что он мог рассчитывать? Только на милость. И он пошел, и пал в ноги отцу, и отец обнял его, помните, дал ему перстень, дал ему одежду, и сказал, это радость, потому что мой сын погибал, был потерян, и нашелся. Но рядом стоял старший брат, который был хороший брат, он не требовал наследства, он работал вместе с отцом, и когда он увидел, как отец простил блудного сына, старший брат был возмущен, он говорит, отец, ты он праздник для него устроил, вон тут жареное мясо, пир, кольцо свое снял, подарил ему, одежду ему дал, а я тут с тобой все время, в отличие от этого блудного твоего младшего сынишки, я с тобой пахал каждый день, я работал, и ты ради меня что-то такого не делал. Вот знаете, очень часто у нас вот такая позиция, потому что вот в чем проблема старшего брата, он рассчитывал только на справедливость, вот он прожег свою часть имения, ну что он получает? Ноль, я с тобой все время здесь тружусь, помогаю тебе, что я должен получить? Все, что у тебя есть, теперь должно перейти, перейти ко мне. И вот упование на справедливость. Мы все судим, кому больше, кому меньше, мы все так четко распределяем, у кого что должно быть, а у кого чего не должно быть, да? Мы такие прямо духовные эксперты. И вдруг Господь начинает действовать совершенно вопреки нашим вот этим расчетам. Почему? Да потому что мы не поняли самого главного, мы не поняли сердца того Бога, которому служим, а сердце Его переполнено милостью. Написано, наш Господь щедрый на милость. Еще в другом месте Писания говорится, наш Господь многомилостивый, а мы рассчитываем вот на жертвы, мы жертвы принесли, мы обряды совершили, мы в служении тут ходим, Богу служим, бедным помогаем, в благотворительном отделе работаем, вот все делаем, делаем, а тут кто-то пришел, какой-то транжир или еще что-то. И Бог являет к нему такую милость. Фарисеи были возмущены, что Иисус не с ними большую часть времени проводит, а с теми, кто они считали просто недостоин общения. Эти мытари, сборщики налогов, то есть люди с финансовыми махинациями, люди, которые всякие финансовые махинации совершают, вот эти все финансовые, ну как можно с этими людьми дело иметь, да? Ну, люди, которые занимаются там, у кого приятные ощущения от там работников налоговой службы, да, или еще там кого-то там, экономистов-то разных, да? Ты внутри как бы думаешь, ах, эти люди какие-то такие, все на мамоне у них завязано, с деньгами там все, вот, и вдруг Бог общается с такими людьми, с грешными людьми, с какими-то людьми, которые мы думаем недостойны, как так? Иисус ему говорит, вы что, не читали? Милости хочу, а не жертвы. То, что мы получаем у Бога, это не потому, что мы жертвуем, жертвуем, что-то делаем, трудимся каждый день, как старший брат. Рядом с Отцом, вы не понимаете, милость Господа велика. Вы не поняли самое главное, вы должны научиться у Небесного Отца милости, милосердию, потому что Он Бог многомилостивый. Через какое-то время, смотрите, опять в Евангелии от Матфея, 12 глава, 12 глава, еще одна история в жизни Христа. В то время, первый стих, да, в то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его взолкали и начали срывать колости и есть. Фарисеи, увидев это, сказали Ему, вот, ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу. Он же сказал им, разве вы не читали, что сделал Давид, когда взолкал сам и бывшие с ним, как он вошел в Дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священникам? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит, милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных, ибо Сын человеческий есть Господин и субботы. И здесь, видите, опять люди не понимают Бога, потому что для них Бог, прежде всего, Бог правил, Бог установок, Бог суда, Бог справедливости. Вот должно быть так, так и так. Вот так и так заповедано, значит, так делать нельзя, ни под какими предлогами. А Иисус нарушает эти правила. Как так, Иисус? Нельзя, в субботу же нельзя. Трудиться вот. А у тебя, вон, ученики, колосья срывают, там, едят. Это же какой-то труд. У нас другие установки. А Иисус вам говорит, неужели вы не понимаете милости хочу, а не жертвы? Люди этого не понимают, потому что для людей есть две крайности. Есть две крайности. Либо правила, суд, все четко, либо анархия, делай, что хочешь, Бог все простит, поэтому греши напропалую, делай, что тебе вздумается, Бог тебя по-любому помилует. Нет, это две крайности, поймите, две крайности. Иисус показал, что сердце Бога, оно много милостивое. И настоящая милость Господа в действительности приводит не к распущенности, не к вседозволенности. Настоящая милость Божья учит намного больше и намного сильнее, чем всякий суд. Намного больше и намного сильнее. И это показано еще в одной истории. Смотрите, опять-таки, Евангелие от Матфея, 18 глава, с 21 стиха. Вот Петр, один из ближайших апостолов, приступил к нему и задал такой вопрос. Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз? Очень актуальный для всех нас вопрос. Потому что нередко люди в отношении нас делают много гадостей, много плохих вещей. И возникает вопрос, сколько надо раз ему простить, а потом уже, извини, не простить. И вот Петр с таким вопросом приступил. Иисус отвечает, не говорю тебе до семи раз, но до семи же, семидесяти раз. Здесь не как некоторые думают, что вот 490 раз можно простить, 491 раз уже простить нельзя. То есть, Иисус просто показал, что так много, что ты, простой рыбак, даже сочетать не можешь. Посему, и смотрите, дальше вывод, 23 стих. царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Когда раб тот пал и кланялся ему и говорил, государь, потерпи на мне, я все тебе заплачу. Государю, милосердившись над рабом, тем отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его и умолял его и говорил, потерпи на мне и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищ его, видев происшедшее, очень огорчился и придя, рассказал государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит, «Злой раб, весь долг тот я тебе простил, потому что ты упросил меня, не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя. И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешающему, согрешающему его». И вот смотрите, вот здесь вот эта притча, которая так ярко иллюстрирует эти слова из Нагорной проповеди, которые мы читали в самом начале. «Блаженны, милостивы, ибо они помилованы будут». Порой верующие не понимают, что Бог не просто вот берет вас и прощает вам грехи, и вот вы просто такие же, как все, просто ваши грехи прощены, а их грехи не прощены. Бог делает что-то намного большее. Он делает нас новым творением во Христе Иисусе. Бог делает нас новым созданием во Христе Иисусе. То есть Бог не просто взял старое творение и простил ему старые грехи. Бог возродил нас, сделал нас другими людьми, какими другими, которые подобны Ему. И вот именно это не понял должник царя. Он должен был огромную сумму, смотрите, 10 тысяч талантов. Это колоссальные деньги. Это просто, можно сказать, как он мог такую сумму задолжать, никому непонятно. Это просто, 10 тысяч талантов это олигархом быть. И тем не менее Бог явил ему милость. Государь, точнее, в этой притче государь. Мы знаем, что государь это прообраз Господа. Государь его простил, тот умолял и он простил ему. И он не понял важную вещь. Он должен не просто получить был прощение, а чему-то научиться у государя. А он всего лишь получил прощение. Но это никак не изменило его. И поэтому он пошел к своему должнику, который должен был 100 динариев. Это тоже была большая сумма. В принципе, динария, это была зарплата в день. То есть, это была, скажем так, треть годовой заработной платы. Большая сумма, но не сопоставимая с десятью тысячами талантов. Незапоставимая. Вот. И он пошел и уже начал обвинять и не прощать своего должника. На что государь, узнав, позвал его снова и говорит, подожди, я же тебе такой огромный долг простил. Почему ты не научился у меня вот этому милосердию? Почему ты получил прощение, но остался таким же, как был? Вот это проблема многих христиан. Мы радуемся прощению, мы радуемся, что Бог нас искупил и оправдал, но при этом мы не торопимся изменяться внутри, уподобляться Богу. Не просто Бог убрал с нас плохое, ну убрал он с тебя плохое, а хорошее это не пришло. Должно хорошее прийти вместо плохого, да? Милосердие должно приходить, большое сердце должно приходить, иначе ты потеряешь все, что имеешь, все, что имеешь. И вот вы знаете, я, когда в последнее время вот читал Евангелие от Матфея, я вот эту тему милость видел, там еще много мест, я не беру все места о милости в Евангелии от Матфея, но я четко увидел, что эта тема величия милости, она проходит через все это Евангелие, и Бог показывает нам ваша задача не просто восхищаться многомилостивым Богом, не просто радоваться, что многомилостивый Бог простил вам такой огромный долг, простил вам все ваши грехи, простил вас все ваши беззакония, снял с вас проклятия, ваша задача уподобиться теперь вашему небесному Отцу, научиться этой милости в ваших отношениях друг с другом, научиться этому милосердию, и в самом конце я прочитаю еще одно место Писания, но уже из послания Якова, из послания Якова, 2 главы, 10 стих, так Яков, 2 глава, 12 стих, так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы, заметьте, закон свободы, не закон Моисея, не закон правил, закон свободы, что же это за закон свободы, дальше, в 13 стихе Бог показывает нам через Якова, что же это за закон свободы, а он звучит так, ибо суд без милости не оказавшему милости, милость превозносится над судом, цель суда восстановить справедливость, справедливость это хорошая вещь, никто не говорит о том, что справедливость это неправильно, справедливость это хорошо, справедливость это правильно, порой людям, вот если мы вот сравним эти понятия в виде гор, справедливость это важная гора, важная гора, люди часто так несправедливы друг к другу, поэтому даже чтобы подняться на гору справедливости, Им необходимо предпринять немало усилий. Это хорошо подняться на гору справедливости. Но Бог показывает нам, если вы думаете, что гора справедливости, вот этого праведного суда, когда все расставляется по своим местам, справедливость восстанавливается, если вы думаете, что эта гора, это самое большое и важное, вы ошибаетесь, есть гора, которая намного выше горы справедливости, горы справедливого суда. И эта гора называется милость. Милость превозносится. То есть гора милости возвышается над горой суда, над горой справедливости. Милость превозносится над судом. Я в свое время помню, когда читал книги по истории, одну историческую легенду, вычитал о Наполеоне. Почему легенду? Ну, потому что трудно сказать, было ли это на самом деле или не было. Но, тем не менее, до нас дошла такая история из жизни Наполеона Бонапарта, как во время одного сражения солдат из армии Наполеона бежал с поля боя. Я не помню точно, то ли это было Аустерлиц, то ли еще какое-то сражение. В общем, он бежал. После этого сражения бежавшего поймали, привели к императору, по закону, дезертир должен быть казнен. И вот уже готовилась казнь, как мать этого солдата стала добиваться аудиенции у императора. И когда она все-таки добилась аудиенции, она плакала. И просила император, я как мать прошу вас, помилуйте моего сына, явите ему милость. На что император ответил, знаешь, у нас есть закон. За дезертирство в военное время смертная казнь. Твой сын оказался дезертиром. И поэтому справедливо будет его казнить. На что мать закричала, император, я понимаю, но я вас не о справедливости прошу, а о милости. И эта историческая легенда гласит, что сердце Наполеона Бонапарта дрогнуло, и он помиловал солдата, потому что у императора, как и сегодня у президента, есть такое право помилования. То есть человек, который... У нас сейчас, конечно, мораторий на смертную казнь, но когда у нас была смертная казнь, если кто-то осужден, и приговор смертная казнь, последняя инстанция, он мог написать президенту, и президент просто своей волей мог этого человека помиловать и заменить смертную казнь на другое наказание. И в Библии говорится, что милостью утверждается царский престол, да? Есть вот эта власть царя помиловать. Скажешь, за какие заслуги? Не за какие. Милость, она потому и милость, что она не по заслугам. Милость потому и милость, что она просто идет из милостивого сердца. Из милостивого сердца. И Бог желает, чтобы мы научились у Него этому. Ты скажешь, как пастор научиться? Царство Божие внутри нас. Не случайно Библия говорит, вникай в себя и в учение. В себя и в учение. В учение понятно, а в себя. Здесь имеется в виду не самокопание, как некоторые любят, вот самокопание. От самокопания, вот этого самоистязания, только один вред. Здесь говорится о другом. Царство Божье внутри нас есть. Ищи этого Царства. Вникай в себя. Потому что Царство – это территория Царя. А наш Царь, Царь Небесного Царства, Он многомилостивый. И когда ты внутри себя открываешь вот это Царство, то поток милости приходит в твою жизнь. Поток жизни, поток благодати приходит в твою жизнь. Эта милость начинает проявляться в твоей жизни. И ты начинаешь поступать так, как Иисус бы поступил на твоем месте. И вот именно это милостивое сердце преобразует мир вокруг тебя намного сильнее, чем любая справедливость, любой даже справедливый суд. Вы знаете, вот я на всю жизнь запомнил с детства некоторые моменты. Люди более старшего поколения, вы же помните, как в наше время невозможно было смотреть какой-то любимый фильм, когда хочешь. Это сегодня можно скачать из интернета любое кино, любого режиссера сегодня, и когда хочешь смотреть. А раньше так не было. Даже видеомомонтофоны появились позже, да, у нас. Я помню вот эти 80-е годы, начало 80-х годов, конец 70-х годов, когда вот в телевизионной программе вдруг там в какой-то день вот там твой любимый фильм вечером, как правило, показывали. Помните, по вечерам были вот эти фильмы вечерние. И фильм. И ты ждал это, может быть, всю неделю, что вот в такой-то день вечером должны показать твой любимый фильм. И неизвестно, если ты пропустишь это время, когда еще его покажут. Может быть, в этом году и вообще ни разу не покажут. Вот. И бывало, когда я, будучи в семье, ребенком, мальчиком, да, вот что-то делал такое, ну, нехорошее. Меня наказывали. И одним из наказаний было, когда мне говорили, ну все, вот за то, что ты так сделал, ты будешь наказан. Вот в этот вечер будет вот этот фильм, ты его ждешь, так вот мы будем смотреть, а ты пойдешь спать. И вы знаете, как же так думаешь? Как же так? Я так хочу этот фильм посмотреть. И его, может, неизвестно, когда покажут в следующий раз. Это не то, что сейчас. Сейчас никого фильмом не накажешь. Понимаете? А тогда-то это было. Я вот помню, приближается день. Я говорю родителям, пожалуйста, простите меня, но... Они говорят, мы тебя простили, но ты наказан, фильм смотреть не будешь. И я так вот переживал так. И вот наступает этот день. И вот вечером этот фильм, которого я так сильно ждал. И я вот думаю, а может быть они из милостивица? А может быть они разрешат мне все-таки посмотреть его? Да, может быть, я понимаю, я плохо поступил, я нехорошо поступил, да. Они справедливо меня наказали. Ну может они из милостивица? Милостивица. И вот, помню, наступает вот уже вечер этого дня. И вот уже, они говорят, ну что, все, иди, ложись. Все, ты наказан, не будешь смотреть фильм. Я говорю, ну простите меня, ну пожалуйста, я так хочу посмотреть. Нет, ты сам себя наказал. Ты плохо сделал, ты должен быть наказан, ты не посмотришь этот фильм. И вот они там садятся. И я в своей комнате. И я вот уже слышу, там уже музыка начинается. И титры уже идут. И там какой-нибудь фильм, не знаю, там «Три мушкетеры» или еще какой-нибудь, что ты так прямо ждал. Но ты наказан. И вот они там будут смотреть, а ты просто музыку слушать будешь там из другой комнаты. И ты вот сидишь, и ты понимаешь, что... Ну не звери же родители. Но они же меня любят. Они же знают, как мне плохо. И вот когда... Вот ты сидишь, и вдруг из той голоса голос. Ну ладно, иди смотри. Вот вы знаете, я вам скажу, вот такая милость воспитывает намного сильнее, чем справедливые наказания. Ты вдруг понимаешь, что, да, твои родители, они справедливые, они не терпят в твоей жизни плохих поступков. Но если покопаться там поглубже, поглубже в их сердцах, то вот за всем этим там в глубине милость. Потому что они тебя любят. А если бы, например, вот ты встаешься в своей комнате, и тебя все-таки справедливо наказывают до конца, и ты так и не посмотрел фильм, то знаете же, какое ощущение разбитости какой-то? Ты умом понимаешь, что да, это справедливо, ты совершил проступок, тебя наказали там. Ну, какие у меня там были проступки? Ну, страницу из дневников вырывал. Но я же не со зла вырывал, я не хотел расстраивать родителей, понимаете? Я же из-за любви к ним это все делал. Ну, они это не понимали, они думали, что я обманщик, ну, а потому что бывает, оценку стираешь. Мы же помните из дневников стирали оценки? Ну, я не знаю, как, может, вы не помните, я помню. Я стирал оценку, но иногда бывает, ты стираешь до дырки. И ты стираешь, стираешь, а там уже дырка, и ничего не остается, как вырывать. Вот. И бывает так, я до сих пор помню, как однажды, вот там же дневник был рассчитан на 9 месяцев, с сентября по май. Вот. А у меня как-то уже к Новому году дневник закончился. Я родителям пытался объяснить, что какой-то брак достался мне. Как-то вот, не знаю, бракованный дневник в два раза меньше страниц там было. А они не понимали, они посчитали, что тут другая причина. И вот наказывали там, там Новый год какие-нибудь там интересные, ну, как раньше, по телевизору передачи какие-нибудь, все смотреть не будешь, да. И ты понимаешь, что, ну, да, конечно, я вырвал страницы, правильно. Вот. Но, может быть, они смилостивятся. И если, например, нету милости, и ты умом понимаешь, что, да, в принципе, тебя справедливо задело наказали, но, знаете, внутри словно что-то ломается. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Что-то ломается внутри. А когда являют милость, то это тебя возвышает. Ты вдруг понимаешь, что, да, ты неправильно сделал, но твои родители, они любят тебя. И эта любовь проявляется в милости, так, как никакое наказание проявить не может. Никакое наказание не может проявить. Я так благодарен, что мои родители, Бог им дал такую мудрость, что они меня миловали. И я вспоминаю свое детство, они были строги там, но я так рад, что столько раз в последний момент они миловали меня, и это для меня показывало любовь в их сердцах. Но даже если у тебя в детстве такого не было, как у меня, и ты скажешь, Виктор, а у меня совсем все по-другому. Меня били, меня наказывали, я ничего доброго не помню. Вот почему я вам говорю, мне порой людям легко судить других, потому что у нас разное прошлое. Я, может быть, столько пережил милости в детстве, и мне сегодня для меня являть милость естественно, а у кого-то совсем в другом. И для него тот же самый поступок, что и для меня, будет намного сложнее совершить. Понимаете, да, о чем я говорю сейчас? И, может быть, ты скажешь, Виктор, у меня было другое, детство. Но сегодня и я, и ты пришли в церковь к небесному Отцу, который не просто милостивый, а Он многомилостивый. И Он нам простил все десять тысяч талантов, все грехи, все беззакония. Не просто для того, чтобы мы прыгали и пели псалмы, я прощен, я исцелен, я оправдан, а чтобы мы стали с вами, как Он. Кому-то это несколько проще, потому что Он это видел не только в Писании, но и в своей семье. Кому-то это намного сложнее, потому что вы впервые столкнулись с милостью, только когда пришли в церковь и стали читать Библию, стали читать Слово Божье. Но тем не менее, хотя у нас как бы разный с вами старт, но Бог-то у нас один. И Бог нас учит этому. Чему? Своему сердцу. Милости. Милости. Поэтому, когда мы говорим о поиске Царства Божьего, его никто не видит, но плоды видят все. Именно по плодам можно узнать, насколько человек открыл Царство Божье внутри себя. и это мы узнаем не по рассказам, не потому, что кто-то говорит. Я много слышал рассказов. Ой, меня Бог наполнил. О, я такое видение пережил. О, ко мне пророчество пришло. Люди много порой придумывают разной псевдодуховной ерунды, пытаясь в церкви оказать какое-то влияние друг на друга. О, я так близок к Господу, я такое видение пережил, я такое откровение. Нет, нет, насколько ты переживаешь Царство Божье не по твоим рассказам, не по твоим откровениям, не по твоим пророчествам, не по тому, как ты любишь на всех руки возлагать. К сожалению, сегодня духовность, точнее псевдодуховность, это тоже товар. И люди пытаются манипулировать друг друга с помощью вот этой псевдодуховности всевозможной. Настоящая духовность открывается в плодах, не в рассказах об откровениях, не в пророчествах, не в том, как ты много рук возлагаешь и говоришь, вот я молился, и тот исцелился, тот исцелился. Да ты просто эго свое этим поддерживаешь. То ты исцелился, Иисус четко сказал, пускай одна рука не знает то добро, которое делает другая. Слава Господу! Если ты молишься, люди исцеляются, зачем ты пытаешься свое эго раздуть об этом? Что это ты, что ли, исцеляешь? Это Иисус исцеляет. Зачем ты свое эго этим? Вот всякое, знаете, человек, который пытается духовностью свой авторитет поднять, это псевдодуховность. Милый, не покупайтесь на эти рассказы. Ко мне столько людей приходит, чтобы рассказать мне, что они там пережили. Да какая разница, что ты пережил? Как я могу быть уверен, ты это присочинил или правда было? Я не знаю. Да мне я тебе скажу больше, это малоинтересно. Вот то, что интересно и мне, и всем здесь, это насколько познание Царства Божьего изменило твое сердце. Вот это уже не все равно. И чем больше ты познаешь Господа, чем глубже ты входишь в Царство Божье внутри себя и раскрываешь это Царство Божье, тем больше в тебе Бога любви, милости. Чем больше ты милуешь людей. Я вот даже по себе замечаю, чем больше я Бога познаю, тем больше у меня милосердия. А когда духовная жизнь как-то, знаете, затухать начинает, то и характер становится меняться. Почему? Да потому что Он источник милости. И Он источник благодати. Поэтому не пытайся, знаешь, воздействовать своими духовными рассказами на окружающих. Воздействуй сердцем своим. Воздействуй милосердием, которое идет изнутри тебя. Это говорит о Боге намного больше, чем все эти духовные рассказы о всевозможных духовных переживаниях. Понимаете, о чем я говорю? Вот оно сердце Божье. Вы знаете, если вот мы подумаем с вами об этом и посмотрим на свою жизнь, то, наверное, каждый из нас поймет, как мало мы еще углубились в это Божье Царство, как порой мы уповаем чаще на справедливость, чем на милость, чаще являем суд, чем милосердие. И по-человеческому мы правы. Справедливость это уже неплохо. Это тоже гора, на которую нужно подниматься, потому что люди часто несправедливы. Поэтому достичь справедливости, слава Господу, уже хорошо. Но только если бы речь шла о справедливости, нам не нужен был бы Новый Завет и не нужен был бы Иисус. Потому что о справедливости говорил Ветхий Завет око за око, зуб за зуб. Весь Ветхий Завет, Ветхозаветный закон был построен на справедливости. Преступление, наказание. Преступление, наказание. Доброе дело, награда. Вот на этом построен весь Ветхий Завет. Поэтому сегодня люди, которые там говорят, вот там проклятия всякие, это Ветхозаветные учения все. Они живут в Ветхом Завете. Для них имя Иисуса Христа это просто, знаете, такая ширма. А суть там Ветхозаветнее. Потому что Иисус пришел не просто дать нам добавление. Там мало больно книг в Ветхом Завете, надо еще добавить. Иисус пришел, чтобы показать нам, что весь Ветхий Завет это было некое вступление, некая тень ко Христу. Моисей принес закон, а милость пришла через Иисуса Христа. Иисус показал нам гору выше горы справедливости. И это гора милосердия. Бог помиловал нас всех во Христе Иисусе. Не только, чтобы мы были прощенные, но чтобы мы были преобразованные. И сами стали людьми милостивыми, которые являют милость ко всем вокруг. И этим мы повлияем на окружающий нас мир намного сильнее, чем все наши справедливые слова. Понимаете? Являй милость. Являй милость. Давайте сейчас закроем глаза и склоним головы. И я хотел бы, чтобы ты сейчас, после того, как мы с вами вникали в Евангелие от Матфея, сейчас вник в себя. Насколько ты являешься милостивым человеком? В отношении каждого из нас, в отношении тебя люди допускали и допускают немало несправедливости. Иногда нам кажется, что с нами несправедливы, мы любим надумывать, а иногда действительно с нами поступают плохо. Действительно с нами поступают несправедливо. Люди порой действительно такие вещи творят. И сейчас подумай, Господь простил тебя. Ты ничем этого не заслужил, Он просто помиловал тебя. Он простил тебя, и сегодня Он живет в тебе. Христос в тебе. Вот тот милующий Христос, который на Голговском кресте смотрел на людей, людей, которым Он ничего кроме хорошего не делал. Он их исцелял, учил, освобождал от бесов. И эти люди так расплатились с Ним, такой черной неблагодарностью в виде насмешек, издевательств. Кричали Христу, другим помогал, теперь себе помоги. А ведь другие это и были они, кто это кричал. Если бы Иисус поступил по справедливости, то Он сказал, ну что, око за око, зуб за зуб, проклятие на проклятие. Как вы коварно относитесь ко мне, так и к вам будут относиться. По делам вашим вы получите. потому что вы знаете, учение о справедливости, оно хорошее, но оно очень сильно сближается со многими другими учениями. Например, с восточным учением о карме, что посеешь, что пожнешь, каждый карму себе, все твои плохие вещи, это расплата за твою плохую карму. Что ж, получается, в Евангелии нет никакой, то есть, в Библии нет никакой разницы, никакого отличия от других духовных учений, восточных учений. Вот в этом-то и разница. В чем? Да в милости. Милость, которая разбивает любую карму, милость, которая разбивает любое вот это сеяние, жатва, когда ты должен пожать гнев за то, что натворил. Но ты взываешь к милости, не к справедливости, не к справедливому суду, ты к милости взываешь. Может быть, за твои дела ты должен быть казнен, но ты взываешь к милости царя. И царь, царей, и Господь господствующих являет тебе эту милость, являет милость. Не только, чтобы простить тебя, но чтобы изменить тебя. Ты теперь его дитя должен походить на отца. Дети должны походить на родителей. Милость моих родителей учит меня миловать моих детей. Милость Божья к нам учит нас миловать наших ближних. Они несправедливы. Они такие неблагодарные бывают. Они порой в ответ так поступают. Но вот тот Христос, который на кресте говорил Отче, они не ведут, что творят. Прости этих людей. Прости этих людей. Они не ведут, что творят. Вот этот Христос сейчас живет внутри тебя. И чем больше ты познаешь его, чем больше ты раскрываешь Христа в себе, тем больше и больше в тебе этой милости. Милости. ты не своим судом пытаешься людей вокруг изменить, не своими наказаниями, пусть и справедливыми, но милосердием, которое не на поступки влияет, а на сердца влияет. Милосердие, которое преобразует изнутри. Поэтому подумай о людях, которых ты должен миловать сейчас, которых ты призван миловать, пусть даже они тебе должны 10-100 там динариев. Это много, это очень много, но ведь это не сопоставимо с тем, что ты был должен в свое время. Всемогущий Господь, я прошу тебя, касайся наших сердец, касайся наших сердец Божия, преобразуй нас, чтобы милосердие, чтобы мы поднимались на эту вершину милосердия, чтобы мы не останавливались на горе справедливости, но шли дальше, на эту самую высокую гору, гору, которая превозносится над всеми остальными горами, над всеми остальными добродетелями, гора милосердия. Ибо в этой милости, как ни в чем ином, проявляется твоя великая, безграничная, безусловная любовь. в этой милости, Господи. И эта любовь изливается в наши сердца Духом Святым. И мы молим Тебя, Боже, чтобы мы могли больше проявлять эту любовь в отношении друг к другу, чтобы воистину мы воздействовали друг на друга прежде всего любовью, потому что ничто не может изменить так, как может изменить любовь. Нет ничего, что влияло сильнее бы, чем любовь может повлиять. Любовь полностью может изменить нас, наши поступки поменять, наши привычки поменять. И самое главное, любовь преобразует сердце. И наше сердце становится, как Твое отче сердце, многом милостивым. когда мы можем прощать, когда мы не как старший брат, который судит блудного сына, а радуется вместе с отцом. Аллилуйя, Иисус! Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе, Иисус! Аллилуйя! Аллилуйя! Я молю, мой Бог, коснись особенно сердца тех моих братьев и сестер, кто может быть обижен, ожесточен. Коснись Господь, чтобы милость пришла, милость сильнее обиды, милость сильнее гнева, милость выше справедливости, милость превозносится над судом. я молю, мой Бог, чтобы мы открыли темницы нашей души и выпустили на свободу тех, на кого обижены, раздражены, чтобы мы чтобы мы явили милость Божьем. Чтобы мы дали Тебе свободу. Мы не живем по закону Моисея, мы не живем по закону справедливости, мы живем по закону свободы, по закону милости. И это счастье являть милость, потому что блаженны милостивые, счастливы милостивые, радостны милостивые, потому что в них Господь, в них свобода для Духа Святого. Аллилуйя! Дай нам, Боже, это силы, силы любви прощать друг друга, не обижаться, не злиться, не мстить, не быть жестокосердными, потому что милость разбивает всякий гранит в нас в душе, милость делает наше сердце мягким, милость делает нашу душу свободной, потому что в этом, Господи, суть Твоего прихода на землю, в этом смысл явления Христа, в этом сердце всего Нового Завета, Евангелия. Спасибо Тебе за Евангелие, Господи, спасибо Тебе за милость, спасибо Тебе за безграничную, безусловную любовь, спасибо Тебе за то, что эта любовь изменяет нас, уподобляя нас Тебе, мы становимся такими, как Ты, наш Иисус. Слава Тебе. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова